И файл. Открой, пожалуйста, тогда, если у тебя получится. Я не могу вывести его на экран. Не видно. Сейчас попробую. Share. А вот. Видно всем? Видно. Да, видно. Замечательно. У всех видно. Может быть, перед тем, как или после презентации, наверное, вопрос или по ходу, как удобно будет. Но, да, для начала это пару слов о том, зачем нужен детоксин, нужен ли он нам. И если вы слушали, может быть, вы слушали уже, если вы в группе состоите детоксин новичков, презентацию, которую Ирина Амелькова, нутрицолог наш из Лондона, делала. И это, кстати, документ, который она подготовила. Спасибо ей большое. Говорится о том, что, как бы, ну, две школы на данный момент существуют. Есть те, которые считают, что наш организм сам полностью может проводить детоксинфикацию нужную для нас. И школа, которая считает, что, к сожалению, организм наш сам уже не в состоянии справиться с этим. Почему? Потому что за последние 50 лет на нас обрушилось огромное количество токсинов, какой-то там сумасшедшая просто цифра. Вот, тогда как генетически, как вид, мы меняемся очень-очень медленно. То есть это там какая-то десятая доля процента за 10 тысяч лет. То есть на гормональном уровне, на уровне всех функций организма мы остались пещерными людьми. Так же, как и, как бы, реакция на стресс и так далее. Вот, но идет такая атака, ну, как бы, естественно, вы видите, да, и еда, и экология, и воздух, и вода. Да, у нас огромное количество новых токсинов, которые поступили за последний век, 100 лет, 50 лет. И это коим образом каким-то, может быть, даже является каким-то генетическим экспериментом. Выдержим мы, не выдержим. Вот, поэтому мы считаем, что все-таки организму нужна помощь. И эта помощь является, как бы, ну, и испоком веку, в принципе, в каждой культуре присутствовали какие-то посты, да, что-то вот, какие-то периоды, когда наши предки не, ну, не разрешалось употреблять, да, какие-то продукты, допустим, мясо и так далее, чтобы как-то все-таки помочь очиститься. Вот, сейчас же это идет как профилактика хронических заболеваний. Вот, и советуется, в принципе, проводить детоксикацию организма где-то, может быть, пару раз в году. И с чего вот, как бы, первое правило, да, мы можем, мы уже записываем? Да. Так, первое правило, естественно, мы, у нас эта программа, кстати, начинается 15 января официально. Мы обычно две программы такие в год проводим. Для этого создана специальная группа на Фейсбуке, где выложены презентации, рационально каждый продукт, будем делиться рецептами и так далее, и постоянно какие-то интересные выкладывать, да, как бы, мини-лекции на ту или иную тему. Юля, извините, не 14-го, 15-го, да? 15-го, да, 15-го начала. На повторне, да? Да, вот, еще один день, еще один день, чтобы... Хлеба поесть, Таняка. Да, старый Новый год и так далее. Юля, обошла в магазин, ой, прилавки с хлебом, чтобы себя так... Я поздравляю, да, это уже... Первая победа, да. Да, и мы сейчас, как бы, вот тут вот в этой презентации я попытаюсь тоже объяснить, какие продукты мы используем в этой программе и почему, кратенько на каждый продукт причины. Первое, что мы начинаем делать, это мы начинаем подготавливать наш организм, и для этого нужно, как бы, вот все выделительные, почистить все выделительные органы наши, да, это вот и кожу, и поч... Не только, не только печень, не только кишечник, а также кожу, почки, мочевой пузырь и так далее, потому что, как вот сравнение, да, если идет, вот, как бы, завод работает, и выхлопные трубы, грубо говоря, там, пять из шести забиты, и все у нас начнет вылезать в ту трубу, которая более оптимально работает, естественно, будут проблемы, да. Были случаи, когда у человека из-за того, что, допустим, неоптимально функционирует печень, начинало выходить все через кожу, и приходилось даже останавливать детокс, потому что это тоже, естественно, очень, ну, не комфортно и так далее, вот. Ну, и вот, как бы, для этого у нас есть такой специально созданный препарат под названием зендокрин. Корень, если ты можешь, да, тут есть таблица ниже, которая... Это препарат на травах, и что тут уходит, вот, видите, у нас, по органу, по каждому идет то, что, в принципе, способствует, да, тому, чтобы очистить вот этот орган, да. Расторопша, естественно, там, как бы, один из основных элементов – это вот milk fissle, это на очищение печени, почки, это корень лопуха, гвоздика, вот, вот, стебель турецкого ревеня, толстая кишка, это подорожник, тоже вот турецкий ревень, легкие – это лепестки сафлора, корень оша. И то, что, в принципе, было, да, уже доказано, что вот именно эти удивительные органы влияют положительно. И кожа – это ламинария, расторопша, опять же, чеснок, корень лопуха и гвоздика. Очень хороший препарат, такой довольно… А, ну и как бы в состав также входят ферменты, ферменты, которые помогают усваивать этот препарат. И мы начинаем его принимать первые 10 дней детокса. И на базе вот этого препарата мы также фоном всегда принимаем наши витамины, о которых мы говорили на прошлой неделе. Это у нас всегда идёт фоном. Вот. Вот второе, второе правило. И витамины, как мы, может быть, ты хочешь рассказать, как витамины, я принимаю, например, там нужно по 4 капсулы принимать, их можно развивать на 2 части, чтобы не было там много всего, и потом они постепенно… лучше распределить их в течение дня, скажем, например, 2 утром и 2 вечером, да, или 2 после обеда. Из каждой баночки, да. Иначе как-то немножко пугается народ, 12 капсул и… Ну, да. Ну, это с точки зрения вот физиологии, это даже лучше, чем одну большую дозу, чем 2 небольшие в течение дня. Да. И, ну, как бы вот кому как удобно, потом мы ещё поговорим о причинах, причинах дополнительных, которые нам нужны, естественно. Вот вторая причина, если, Карина, если это немножечко… Scroll down, пожалуйста. Вторая причина, почему нам нужны витамины, как мы уже, опять же, Карина упоминала в прошлый раз, для… ну, во-первых, у нас вообще детоксикация, процесс детоксикации печени производится в двух фазах. И для первой фазы нам нужны именно витамины и минералы. И для второй фазы нам нужны аминокислоты, да, это как бы строительные кирпичики белков. Вот, то есть как бы если у нас недостаточное количество витаминов и минералов, у нас не произойдёт оптимально первая фаза детоксикации печени. И если у нас недостаточно белков в диете, то вторая фаза не пройдёт хорошо. Поэтому очень-очень важно, то есть вот эти все детоксы на соках… Да, ну, то есть когда мы начинаем, то первая фаза проходит прекрасно. У нас для первой фазы нужны как раз-таки овощи, фрукты, витамины. И как бы вот пошёл детокс, и в процессе распада, то есть у нас образовалось даже больше свободных радикалов как-то, да, которые… это как закончилась первая фаза детоксикации печени. Но потом все эти свободные радикалы должны быть подхвачены и выведены из организма, и именно вот аминокислоты помогают это делать. Если на этот момент у нас нету, не присутствует белка в диете, то все эти продукты распада первой фазы, они остаются внутри организма, и происходит вот эта интоксикация. Поэтому очень-очень важно не сидеть на соках, и это не голодание, голодание, да, лечебное голодание совсем другое, то есть важно потреблять довольно большое количество белка на этот момент, естественно. Вот, то есть как бы мы как раз здесь описываем этот процесс. И там хорошая очень, по-моему, картинка, Карина, если ты немножко вниз… Да, вот они как бы, да, первая ступень, вторая ступень и отходы. То есть вот первая ступень, нам нужны витамины группы В, А, Е, Д и так далее, да, и вот для второй ступени. И, естественно, очень-очень вот большая ошибка, и даже, допустим, по-моему, в прошлом году даже в газете в Англии был случай описан, когда женщина попала в больницу, так как она проводила детокс сама, то есть там по какой-то своей программе, и, во-первых, она потребляла огромное количество воды, там, 3 литра, то есть у нее произошло тоже электролит, баланс у нее вышел из строя, да, и, во-вторых, естественно, она не потребляла белка достаточно, вот, и как бы вот, ну, к сожалению, бывают такие, да, моменты, поэтому мы должны об этом знать, и, естественно, вот как бы то, что мы потребляем, ну, курица… У меня вопрос, белок надо постоянно есть? То есть вот первая стадия, там как-то непонятно, там надо белок или нет? Я допустим… Для первой стадии… Для минералов, так что не надо мяса на первой стадии? Вы знаете, просто они как бы, к сожалению, у всех настолько временные рамки прохождения, да, мы все настолько индивидуальны в плане биохимических наших процессов, что мы не можем, как бы сказать, там, первая стадия проходит, вот она вот там, грубо говоря, столько-то дней, вторая стадия подхватывает уже столько-то дней, это может… То есть у нас у кого-то первая ступень может хорошо работать, другая – отставать, потом у кого-то может быть наоборот, поэтому обычно мы советуем, естественно, употреблять белок, начинать, то есть как бы и идти уже во время, ну, во время прохождения детокса полностью. А, ну, хорошо. Это меня нафугало. Получается, в течение месяца мы питаемся, как питаемся, оно исключает алкоголь, муку и сладкое, да? Да, все мучные изделия, естественно, сладкое однозначно, да. Одновременно сахарный детокс, если вы в группе, одновременно можно диету соблюдать по сахарному детоксу, который Яна поделилась. Вы видели? Да я видела, но я как-то сахар не ем. Ну, имеется в виду не только сахарный детокс. Это меня волнует. Имеется в виду не только сахарный детокс, но еще и вот такие крахмалистые овощи. Вот я хотела спросить, допустим, кашка, каши, 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 картошка, вот, я не знаю, даже сахар, сухофрукты, мед, это фруктоза. Нет, сухофрукты нельзя, там очень много сахара. Нельзя сухофрукты. А, вау. Вы можете, вы у нас в группе «Еда как лекарство»? Там можете... Я и не записывалась, я колеблющаяся, товарищи. Ну, вы можете записаться, посмотреть, потому что там есть три разные стадии. И вы можете выбрать ту стадию, которая, если вы не готовы пойти на прям категоричный... Которую я выдержу, да? Да, вы можете начать с самой легкой стадии, с первой формы детокса. Ну, ясно. То есть если... Ну, вот это поможет. Хорошо. Да, и здесь такие же правила. Тоже сухофрукты нельзя. Дело в том, что сахар это... Брать сахар с диеты не так легко, потому что много... Я про это и думаю, потому что в первую очередь. Да, я химик, поэтому я тоже знаю, какие компоненты. Ну, ясно. А как ешь химик? Действительно, все каши, это тоже, да, в конце концов всё это распадает. Это тоже у него. Да, да. Поэтому сложно. Ну, вот Ирина говорила в своём видео, что можно две чайные ложки мануки. Мёд. Только мануки, я так поняла. Они... Потому что мёд бывает разный. Да, но я бы тоже, если без надобности, может быть, даже и не рекомендовала, но для профилактики, уж если выбирать мёд, то, конечно, мануку, потому что мы точно знаем, что он обладает эффективными антибактериальными свойствами, в то время как другой мёд в магазине может обладать только углеводными свойствами. Да, и он может быть непонятного происхождения, верно? Да, непонятного происхождения, то есть это будет просто чистый сахар со вкусом мёда, но толку от него один сахар. А исключаем мы это потому, что бактерии растут, да? То есть мы не хотим как бы улучшить... Ну, по многим причинам, вот Юля тоже может рассказать. Во-первых, сахар, он... Это дополнительные лишние просто калории, которые не дают нашему организму особой пользы. То есть сколько-то углеводов мы всё равно получим с овощами, да? С той же морковкой. Правда, Юля? Этого будет достаточно. Не нужно дополнительно есть какие-то простые углеводы. Потом, если у людей какие-то существуют проблемы с организмом, то этот сахар может очень негативное... очень негативное воздействие имеет. Да. Он может провоцировать... Он может поднимать инсулин, он может провоцировать сердечно-сосудистые заболевания, он может провоцировать тот же кандидоз, скажем, если есть нарушение в микрофлоре, да? Он будет способствовать росту неблагодарным. То есть сейчас патогенная флора, да, она питается сахаром? Ну, если он успевает дойти до нашего кишечника. Когда его столько много, я думаю, что он успевает дойти. Да, да, вот как бы тоже разговаривали о том, что вот раньше дети, допустим, для них... Ну, совсем там... Когда родители, допустим, были маленькие, для них десерт был самый приемлемый. Это что-то с сахаром. Но даже если они с сахаром посыпали хлеб и ели его, все равно вот в общем, сколько сахара поступало им и сколько сахара поступает нашим детям сейчас с продуктами, это две большие разницы. То есть... Конечно, это все тогда начиналось. Ну, да, вспомните, у меня, например, конфеты были только по праздникам. И то ограниченное количество. И то прятали. И то прятали, да. Тортики были попр... А сейчас... Хочешь, пошел, купил тортик. Да. Хочешь, пошел, купил пирожок. То есть нет никаких ограничений. Мы раньше курицу делили на всю семью. Да? Ну, и плюс надо учитывать качество. Какие раньше были тортики, и такие они сейчас, верно? Да. Да, и вот эти все даже не то, что купил. Я почему-то у своих детей всегда конфеты нахожу в портфеле. Я вообще не понимаю. То есть оно какое-то... Вот как-то находит, да? Там кто-то угостил, что-то как-то. Да. Праздники особенно. То есть никогда у этого не уйдешь. Даже покупают. Это они не покупают, но у них это всегда имеется. Да. Когда мама, ну, как бы немножко, наверное, все-таки строго к этому относится дома, хочется где-то это... За щекой так скушать. И потому что жалко. А жалко здоровья детей, да? Да, конечно, да. В том-то и дело. Они-то, ну, пока... Ну, только с объяснениями и примером. Посмотрим, как дальше это будет. Да, хорошо. Ну, давайте тогда дальше. А ты нашел, наверное... Вот. И поэтому из-за того, что нужен белок, если человек-вегетарианец не, как бы, естественно, проблемы с тем, чтобы найти качественный белок-заменитель, у нас есть такой вегетарианский шейк. Там присутствуют белки и растительное происхождение. Это киноа, амарант, гороховый протеин. И никакой синтетики. Вот. Если человек не ест мясо, то это совершенно необходимо включить в рацион во время детокса. Допустим, для меня это всегда большая проблема. Потом, опять же, из-за того, что вот как раз такие витамины, которые нам нужны на первую стадию, первую фазу детоксикации печени, чтобы пополнить баланс, как бы пополнить того, что у нас не хватает, вот мы предлагаем, это одна из баночек как раз-таки наших витаминов, это вот витамины, минералы здесь, комплекс. Вот мы советуем его принимать, естественно. И из-за того, что у нас после определенного возраста и, опять же, засилье вот именно мучных и изделий сахара в организме, наша поджелудочная железа занята не тем, что не своей прямой функцией, как бы главной, то есть это помощь переваривания белков, жиров и углеводов, а она занята тем, что она вырабатывает инсулин, да, как бы, чтобы помочь вот эту вот глюкозу, которая у нас оказалась в организме, до нашей клетки донести. Вот, и поэтому нам нужна помощь обязательно, то есть поддержать поджелудочную железу во время детокса, как мы это можем сделать, это вот пищеварительные ферменты, мягкие у нас они растительного происхождения, под названием теразин. Вот, как мы про них рассказываем, и мы тоже вот эти вот ферменты принимаем фоном вместе с витаминами на протяжении... У нас идут витамины и пищеварительные ферменты, и первые 10 дней мы начинаем... А как вы рекомендуете принимать ферменты? Ферменты с... Самым... Обычно вот когда у вас идет самый, допустим, такой ударный прием, трищий, допустим, вместе с едой. И до еды, если это ужин, то до ужина. Если иногда случается, что это как бы раньше, там в обед, то в обед. То есть вот это так. А сколько? Одну капсулу или две капсулы? Одну капсулу. Ну там написано, одну-две капсулы, то есть до двух зависит, то есть иногда, когда как-то два раза поел, хорошо иногда один раз поел. Ну, когда чувствуется, что нужна помощь, то есть там, опять же, есть терпение, который помогает расчетлять. Подожди, тебя плохо слышно. Вы хорошо слышите, Юля? Вот у кого-то, по-моему, девочки, у кого-то в фоне, если бы микрофоны свои смогли бы отключить. А вы, кстати, получили свой набор? Да, он так хорошо сейчас. Красивый такой. Да. Жалко, да, жалко брать. Жалко открываешь. Тут написано, что три капсулы serving, take one to three with meals. Ну, я во время детокса все-таки, мне кажется, что вообще я принимаю это на постоянной основе, да, но когда детокс, мы же все-таки не как-то более ответственно относимся к тому, что мы в любом случае едим, поэтому, может быть, нам, мне кажется, достаточно во время прохождения детокса. Достаточно одной, да? Одной-двух. Тиротин. Вот. Так что можно дальше двигаться. А диндокрин, ты имела в виду вот эти капсулы, да? Да, диндокрин, это да, это вот как раз-таки с чего мы начинаем на препарат, работающий на выделительные органы. И тут нужно две... У нас осталось десять минут. Ого. А я помню, там была схема, там все написано, когда, поскольку... Да. Да, у нас в группе, вот, Татьяна, да, вы уже в группе, то есть как бы у нас прекрасная группа, когда человек уже готов, он приобрел пакет, и в группе все будет выложено. Вот. И потом, опять же, очень важно нам поддерживать иммунную систему, потому что идет, то есть особенно во время детокса, потому что, естественно, ну, как бы помочь, да, нейтрализовать токсины из окружающей среды, когда организм занят тем, что он пытается очиститься, все-таки идет еще и дополнительно... То есть, естественно, это в какой-то мере организм будет ослаблен, и нам нужно иметь в виду, что нужна какая-то поддержка еще дополнительная. Вот. И это вот комплекс ненасыщенных жирных кислот. Опять же, это вот часть наших витаминов для того, чтобы поднять, да, и там еще добавлено смеси эфирных масел с высоким антиоксидантным потенциалом. Опять же, мы говорили об этом на прошлой неделе в помощь, в помощь иммунной системе. Плюс наши антиоксиданты, если вниз тоже мы немножко пойдем, это альфа-сиарес. Юля, извините, у меня просто вопрос по этой добавке с этими жирами. Нужно ли дополнительно принимать рыбий жир? Ну, вот как бы, вы знаете, там очень... Извините, пожалуйста, сейчас, одну секунду. Да, плетаем стиральная машина. Да, я рекомендую больше концентрацию принимать, но... Потому что здесь, в принципе, всего... Сколько там? Тысяча миллиграмм общее. Общее? Да. Ну, как бы, в принципе, если вы будете использовать достаточное количество рыбы в течение недели, да, будете стараться хорошо очень питаться, будете использовать грецкие орехи регулярно, в них очень много омега-3, то, в принципе, этой дозы абсолютно достаточно. Но если вы считаете, что у вас недостача серьезно омега-3, да, и вы, может быть, не пили никогда в жизни омега-3, то, может быть, стоит хотя бы в полтора раза увеличить количество, хотя бы полтора миллиграмма, чтобы было. Вот. Но, в принципе, для вот поддержания омега-3 при хорошей диете этого достаточно должно. Это достаточно, да? Потому что я еще дополнительно пью, на всякий случай. Да, хуже не станет точно. Понятно. Да, да, я тоже так считаю. А как вообще насчет жиров? То есть, эти, ненасыщенное только или насыщенное? Масло, там, вот, жир? Хорошего качества, да, если вы кушаете, например, из сливочного масла, я кушаю только топленое ги. Насыщенные жиры в мясе, если мясо от луговых коров, то в небольших количествах, и мы говорим, я не знаю, вы ограничиваете какое-то количество белка, скажем, где-то 80-100 грамм, это нормально, но если вы пол панды съедаете, стейк, это уже многовато. Да? То есть, здоровое количество мяса, в принципе, это 80-100 грамм, вот, на блюде, на тарелке. Раз в день нужно тоже учитывать, или два раза в день, или раз? Раз в день. Я бы, я бы раз в день, даже, даже, может быть, не каждый день, но вот я бы рыбу раза 3-4, если есть возможность. Да, это присутствует в диете, у нас рецепты, как бы, однозначно есть, во всем хорош, да, баланс, да. Я бы, если я пришел в каше, гречку же можно, правильно? Ну, гречку, да, там, как бы, самое большое содержание белка, но, опять же, надо рассчитывать. Мы будем делиться рецептами, вот, когда начнем с первого дня, мы будем, даже, может быть, пораньше, чтобы, если есть возможность, там, как-то подготовиться, что-то заранее приготовить у людей. Это можно, да? Да. А рис можно? Рис нет. Нет, да? Я и так сейчас мало ем. Понятно. Овсянка и гречка можно, правильно? Овсянка и гречка, да, она самая полезная. Ну, овсянка так тоже, я бы сказала. Не употреблять. Но ограничилась, потому что углеводы, да? Да. Ну, вот вы можете, небольшое количество, там, кинвы есть, это смотря, вот, опять-таки, какой вы сахарный детокс выберете, да? Можно пойти all the way и использовать вообще никаких grains, скажем, на это время. А можно использовать, например, кинву, там, амарант, да, Юля? Чуть-чуть греть можно. Да. выбирать такие whole grains, выбирать не GMO, что еще? Ну, в принципе, вот, я, только у меня получалось вот кинова и гречка, да, и всегда смотреть, естественно, в процентном, точнее, в соотношении, сколько это будет еще, как бы, смотря, сколько белка человек еще съедает. Ну, вот, да, в основном это... И жир важный, помните, что еще жир важен, да? Да. Я спрашивала про жиры. Потому что, например, если вы... Кашу маслом не испортишь, вы знаете, это золотые ведь слова. Да. Потому что, потому что жир предотвращает повышение сахара в крови. Например, если вы едите, едите, там, чашку черники, у вас, скорее всего, будет завышаться сахар в крови, потому что в чернике очень много сахара. Но если вы вместе с черникой скушаете, горсть миндальных орехов, то ваш сахар не будет повышаться, потому что в миндальных орехах есть жир, и он будет компенсировать. То есть, очень важно, чтобы был всегда баланс. Поэтому вот это вот категорическое исключение, там, жиров и налегания на углеводы, или категорическое исключение абсолютно всех углеводов и клетчатки, и налегания, это может все... Протеиновая диета, да, у меня муж так испортил кое-что, протеиновая диета, да. Да. Потому что после какого-то, то есть, в принципе, протеин – это углевод после какого-то количества, когда уже... Ну да, то есть... Когда все построено, да, когда все построено, тогда углевод, но без протеинов нельзя. Да, конечно, незаменимые минокислоты, да, протеины. Не то, что углевод, это энергия, да, то есть, так же, как и жиры, да. Вот, да, то есть, вот это еще одна наша антиоксидантная добавка, но там просто присутствуют более серьезных дозах все эти полифенолы, и необходимо, опять же, если вот симптомы воспалительного процесса в организме есть. Если все более-менее нормально, то можно обойтись вот этими тремя нашими витаминами в баночке, то заменить вот альфа-сиарес и деблю, они равнозначны, в принципе. И правило четвертое, естественное. Девочки, у нас less than a minute. Давайте, если мы сейчас прервемся, мы по этой же ссылке можем зайти заново. А, давай. Хорошо. Потому что, да, оно сейчас оборвется. Ладно. Ну, тогда, может быть, я подожду и начну уже, начну говорить, и мы, с... Галя, спасибо, что подсоединилась. Да, привет. Юльска, а деблы можно само по себе принимать для мамы, да, для суставов там, в общем? Да, да, однозначно. Я говорю, все вот суставы, какие-то вот артритные, да, более такой, воспалительный процесс в организме, и я люблю, он именно... И постоянно, то есть, его не курс, а постоянно можно принимать, да? Да. Да. Это, в принципе, все природное, щадящее, как бы... Это то, чего нам не достает сейчас, диете, к сожалению. А нам тоже надо принимать, или как бы... Ну, вот у нас есть, если ты покупаешь комплекс этих витаминов, то здесь есть CRS, да, то есть, это чуть-чуть другие полифенолы, их, в принципе, достаточно для... Ну, их достаточно. Я комплекс покупаю целый, да. 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 что это есть, ди-блю, да, входит. Если воспалительных процессов нет в организме, ну, каких явных, то это достаточно для каждой поддержки. Если нет воспалительных процессов, тогда это вот ди-блю полифенолы. Хорошо. Вроде пока нас не сбросили. Странно, оно все так и пишет, less than a minute, наверное. мне тоже появилось такое оповещение. Ну, я могу пока начать, может быть, ну, Ну, получим. В последний момент продлят, или... Ну, да, давайте тогда. Четвертое правило, это приведение...